ну что друзья я приехал в компанию у меня сегодня первый день сейчас надо прочитать мне куча инструкции по технике безопасности и пройти инструктаж но рабочий день начинается с того чтобы были большие пробки в краснодаре пока я доехал жить нынче зато припарковался после прочтения инструкций и подписаний мне еще нужно посмотреть фильм о пепсикола о компании чем занимается вообще всю историю все очень серьезно это наш ну что други мои можно сказать что первый рабочий день у меня начался я подписал все документы все инструкции все договора мне присвоены все коды которые должны были быть и в общем-то завтрашняя дня я уже начинаю работать по маршрутку мы у меня многие спрашивали какой будет мне маршрут но это получается крымск и в сторону краснодара последний город будет эден такой северская холмская бинск черноморская и леска это все будут мои дочки так что буду работать поэтому маршрут всем здравствуйте сегодня новый день и так получилось что у меня сегодня неожиданно простой на работе но не получилось подключить мобильный телефон и получить рабочий инструмент это планшет ну и чтобы не портить себе день надо немножечко поработать на участке но что делать работать поработать поработать у меня клубника начинает массово цвести у меня вот как вы помните две грядки одна грядка которая просто в открытой грядке вторая это саженцы которые посадил по осени и накрыл их спамбондом там луночки всякие были сделаны для того чтобы не было сорняков оказываются сорняки в лунках тоже появляются мне надо немножечко взять и выдирать но вы поняли служба безопасности не дремлет она продолжает следить как я тут работаю работаю я на клубнике вот такая у меня большая грядочка и на этой грядочке растут клубнички замечательно а под эти вот спамбондом все-таки попадается сорняк его надо чуть-чуть повыдергивать такие корешочки вроде бы ерунда но пускай клубника у меня будет чистая во всяком случае мне кажется будет лучше ягода был чище и сорняков будет меньше есть места конечно вот тоже ведь она взяла и попал его надо повыдергивать немножечко почистим где-то в панбонд от ветра подымается семена туда залетают но это эксперимент такой видите подымается все-таки этот спамбонд может быть кирпичи надо здесь положить не вот как то так получается все не так много сорняков единство что он чуть-чуть сдвинулся почему-то и ягода прячется под спамбонд всякие цветочки попадаются ну я почти уже все прошел уже где-то хорошо где-то мелкие такие всякие сыр не такая то кто пришел чего нос контролируешь работаю и работаю не видишь целом все нормально не так много сорняков под этим спамбондом получается вот еще не все сорняки проснулись но лучше пока не маленькие повыдергивать а это вот арсений бегал прорвал любитель побегать но это даже может быть и зимой было но так получилось у меня а это самый первый наш ряд клубники здесь мы просто взяли и замульчировали то что я скашивал траву ложка взяла и все положила под клубнику здесь сорняки все накрыты прошлом году по весне я выкопал себе септик у меня стоит три колодца это первый колодец второй и третий последний колодец я решил посмотреть на что у меня септики творится после этих дождей ну и в общем то септик полные воды вот сейчас как раз и о инспектор пришел надо будет мне для полива приви куром водичка буду качать вода отсюда настолько много воды было что грунтовую воду очень сильно поднялись но такое говорят первый раз было у нас есть хорошая средства нам его рекомендовали в том самом питомнике купали деревья виноград рекомендуют когда начнется вегетацию деревьев листочки пойдут пролить приви куром я не слышал что ты говоришь от корневой гнили от корневой гнили значит это средства от корневой гнили нужно его обработать один раз молодое дерево по весне и все будет в порядке и нам рекомендовали 15 миллилитров на ведро воды и под одно дерево нужно одно ведро воды так что я сейчас подключу насос в септик где у меня чистая вода не подумайте что у меня там канализация канализация еще не подключена и освободим септик и начнем поливать наш сад приви куром вот так выглядит приви кур я уже подготовил ведра и нужно отмерить 15 миллилитров а для этого у нас есть большой шприц пластиковый где он на 20 кубиков как раз вот мы здесь 15 миллилитров и возьмем прямо как хирургия так 10 ну вот почти 15 миллилитров такой маслянистый он такой продукт в одно ведро также и в другое не очень удобно снимать одной рукой извините меня здесь чуть-чуть больше наверное вообще говорит 10 15 миллилитров но мне ведро большое поэтому можно и 15 но вот так все сейчас включу насос и будем плевать насос я закрепил привязал такую конструкцию нехитрую придумал там где-то два метра глубина у меня ну что шланг подключен и сейчас делаем первый запуск насоса в этом сезоне ну что насос заработал сейчас пойдем проверим работает идет ли вода судя потому что журчит шланги что-то значит вода идет о чувствую бурбулки пошли есть вода ну отлично ну уж стопроцентно теперь открыли сезон отлично ну сейчас я начнем отсюда все молодые деревья один раз пролить чтобы не было корневой гнили хорошо все кругом цветет тепло сады белые у нас система автоматики есть даешь команду и получается включение насоса звуковая такой дектор детектор стоит алла включаем вот все пошло напряжение пошло бульканье и главное что датчик он даже отвечает и есть капитан вот водичка пошла а ведь летом это же будет можно сказать валюта ценный продукт но сегодня у нас его в избытке хотя говорят что воду надо беречь я согласен это сейчас ее много потом бах ее и не будет хватать ну что первых два дерева персика я уже пролил и вот по ведерочку на каждое дерево и больше проливать за все время уже не надо будет это на всю жизнь дерево дерево а эти вот ручки золотые аллы спина не сажают фасоль и фасоль куплена в гаврише был такой у нас репортаж магазин семена и какая она вьющийся рябиновый 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 вьющийся такая вот рябиновый вот уже росточек уже да вот ростучек есть вот палочка делает но судя по тому что уже темно вы поняли что конец дня сумерки у нас молдаванском 8 часов вечера день прошел очень замечательно у нас было сегодня пасмурно и температура была 17 18 градусов можно сказать что весна наступила но ночь у нас сегодня была очень страшная почему страшно это дело в том что по краснодарскому краю сегодня ночью были заморозки может быть это последние апрельские заморозки в сочи даже обещали где-то минус 3 но у нас сегодня в молдаванском ночью было все лишь навсего два градуса и это очень хорошо почему во первых я и в наград открыл и его могло морозом прижать плюс у нас деревья цветут и значит если мороза не было то у нас и вишни и черешни будет и сливы это не может нас не радовать ну и клубника уже цветет по полной а еще сегодня мы с аллочкой работали в тандеме она включала важную кнопку а я поливал деревья и кусты чем ну тем самым привикуром о котором я уже вам выше говорил нужно все лишь навсего один раз в жизни растения это сделать но если вы не будете делать пересадку для того чтобы не было корневой гнили никакой бацилла там не повлияло бы на рост вашего дерева или вашего куста и я за сегодняшний день пролил все кусты и даже виноградник ну и деревья естественно с деревьев то мы и начали вот ну а за моей спиной вы видите как замечательно цветет груша и черешня вот такие вот у нас денечки но еще мне спрашивают а как у тебя с работы сегодня же второй рабочий день у меня ну форс-мажор такое тоже в жизни бывает а что именно да все очень просто телефонный номер который мне выдали служебный его никак не могли в течение всего всего дня активизировать да и и планшет рабочий он еще не был готов поэтому я ждал звонка из офиса и смотрел на мобильный телефон когда же он включится при этом регулярно перегружая его в ожидании а вдруг он все таки подключится мтс но чудо не свершилось и дабы не терять время я сегодня работал на участке а завтра у меня новый рабочий день и вопрос где он у меня будет либо опять на огороде либо все-таки планшет у меня появится и рабочий номер телефона включится а без рабочих инструментов я никак не могу начать свой рабочий день но лиха беда начала все будет нормально самое главное что все живы и здорово ребята я вам из молдаванского передаю пламенный привет ну и как всегда говорю ребята стучите в бубен дергайте за колокольчик подписывайтесь ну если вам понравились мои видео то не забывайте на них подписываться ставить лайки мне приятно да и вам тоже наверное все ребята вот мои дорогие друзья я с помощью этого привикура здесь один литр в упаковке я обработал все свои 80 посаженных молодых деревьев не хватило на это и плюс еще с помощью этого же привикура я пролил весь свой виноград как мне рекомендовали плюс крыжовник плюс красные черные смороды и даже на малину мне хватило и еще мне осталось где-то грамм 100 150 для того чтобы пролить у меня несколько деревьев это гранат и хурма они еще не проснулись и им нужно тоже обязательно добавить этого зелья полезного вот для того чтобы не было прикорневой гнили но такая вот полезная вещь и это нужно все лишь навсего один раз сделать при посадке если кому интересно то у нас вот в городе крымске литр этого привикура концентрата он обошелся где-то около 5000 рублей ну скажем так не такие большие деньги для того чтобы у вас был здоровый сад и здоровые кусты но это вот об обработке а еще у меня продолжается работа сегодня довольно сухой день так получилось что по техническим причинам я опять не смог выйти сегодня на свою основную работу где я уже устроился вот ну это не моя вина скажем так простой не по моей вине я решил воспользоваться работой на своем участке а почему бы и нет вот ну еще так как земля подсохла сейчас я попробую достать свой мотоблок его еще не доставал в этом году и пройтись между рядами где мне виноград посажен и ежевика чтобы подготовить землю того чтобы там посадить помидоры перчики и всю остальную нашу радость но вот так вот ребята ладно поехали работать дальше но день подходил к концу и вроде бы ничего не предвещало печальному и страшному хотя страшно может быть кавычках но на самом деле печалька такая у нас появилась две нехороших новости одна из которых это то что друг аллочка обнаружила на рассаде клубники даже не на рассаде на молодой клубники какие-то необычные листики она показала соседке который с клубник уже давно занимается и говорит что это клубничный клей и сказала сразу убирайте этот курс нечего с ним делать это все это зараза ну и второй момент а но я вам сейчас покажу как это все выглядит но вот один из вариантов кустам клубники который вот такой весь сморщенный был здесь сало уже по обрезала листики и еще вот один тоже куст если сравнить тот же сорт рядом другие кусты то есть видите какая разница да а это вот такой вот но долго не думаем мы решили посмотреть что у нас из химии есть оказывается у нас было был препарат от этого клеща и мы решили побрызгать сразу скажу что я смог все-таки обрызгать сегодня клубнику от этого клеща но тут у нас вторая неприятность появилась еще весной я обрабатывал свои деревья медным купоросом и использовал вот такой вот опрыскиватель на 12 литров на плечи деваешь вроде бы все нормально но печалька была в другом что когда это я его уже разобрал сейчас я вам покажу одну руку не очень удобно сейчас вы увидите в чем проблема вот все-таки наверное придется как-то по-другому мне а вот сейчас так сделаем видите ручку прорвало вот в этом месте непонятно почему то она треснула и вся химия выходила поэтому пришлось работать в антисанитарных условиях тут даже непонятно чему ломаться она просто взяла и пустила здесь вот щель трещина такая нужно теперь менять на самом деле там вообще-то ломаться нечему кусок пластмассы нажал отпустил нот китайская народная республика даже не российского производства nude халтурка такая один сезон поработала и все ну да ладно клубника спасена а этому агрегату мы найдем замену но на этом тогда сегодня все вот такой модели был у меня опрыскиватель модель ога 12х ростов больше всем нравится вот это вот надпись внизу качество каждой детали но увы увы нет вот это вот ручка у меня треснула скажем так 1200 рублей в общем то небольшая сумма это стоимость этого опрыскивателя но обидно что он прослужился лишь навсего даже меньше одного сезона я бы не рекомендовал такой покупать у нас тут самолеты разлетались поэтому шумно отличная погода вроде бы и солнца такого яркого нету и в то же самое время и дождя и у нас земля подсохла я очень долго ждал момент когда я смогу между рядами своей лозы которые посадил пропахать нужно обязательно проработать и мы сейчас аллочкой достали нашего коня боевого у меня мотоблок калуга м и нужно пропахать так что с помощью мне калуга м и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну судя по тому, что машина стоит, значит она с сестрой дома И у них еще есть собачка Лобай Попробуем с ними познакомиться, подружиться Ну Натальи сегодня дома не было, она в Геленджике на работе, мы познакомились с ее сестрой, с Ириной, поговорили, но нас пригласили в субботу в гости, так что мы зайдем с Арсением, ну а китайку мы уже видели охранную такую собачку Вот ладно ребята, все, пойду-ка я монтировать ролик, потому что скоро работа и уже не будет мне времени монтировать Ну а вам большой привет из Молдаванской, не забывайте ставить лайки, подписываться Это был с вами я, Сергей Гут и канал The King Life, пока! Вот мы на перекрестке Молдаванская и Крымск И у нас здесь постоянно какие-то аварии Несоблюдение правил дорожного движения приводит к такой вот фигне Куда спешить? Зачем? Потом куча неприятностей В основном это конечно молодежь михачит Дай дорогу дураку, правила 3D ребята Еще как говорят, у нас там наверху ждут без очереди, так что не надо спешить Молдаванская и Крымск